Студенты крупнейших университетов Российской Федерации объединят усилия, чтобы значительно улучшить процесс обучения. С сегодняшнего дня и до конца недели в более чем 80 вузах страны будет проходить Всероссийский форум студенческой молодежи «Российская студенческая неделя». Его основная идея – познакомить молодежь страны с работой Агентства студенческих коммуникаций «Кампус». Я уверен, что любое мероприятие, которое направлено на расширение кругозора, на воспитание львистских качеств, на приобщение к социально активной позиции, на выявление гражданских активных студентов, они нужны, необходимы и эти те мероприятия, которые помогают двигаться вперед нашему обществу. Форум растянется на пять дней, каждый из которых будет посвящен отдельной теме. Например, сегодня речь шла о дополнительном образовании для студентов. Здесь по-прежнему остро стоит вопрос трудоустройства. Студенты ответили, есть ли у них опыт специальности и пользовались ли они услугами дополнительного образования, чтобы лучше разобраться в теме. Подобные блицопросы помогают организаторам форума понять, с кем они работают и как лучше построить общение. Хочется, чтобы студенты принимали участие, и они будут принимать участие в дополнительном образовании по программам, которые будут проходить на основании студенческой организации «Кампус». Студентам нравится идея «Кампуса». Многие из них планируют активно в нем участвовать. Кто-то хочет научиться чему-то новому, кто-то, как сами говорят, потусоваться с ровесниками, а некоторые готовы поделиться личным опытом в различных сферах. Благодаря этому из режима классического лекционного скучного обучения образовательный процесс может превратиться в приятное общение с коллегами. Именно такие беседы, по мнению некоторых студентов, могут дать даже больше, чем привычные пару в университете. Я считаю, что студенты должны участвовать в общественной деятельности, жить такой полной яркой жизнью. Хочется, чтобы студенческая жизнь запомнилась. Одним из главных бонусов, которые может предложить «Кампус» – возможность студентов попасть на стажировку в крупнейшей компании России. Причем надеяться на блат не стоит. Чтобы получить право побывать на месте работника-мастодонта российского бизнеса, нужно пройти конкурс. Конкретных требований пока не представили, однако можно быть уверенным – конкуренция будет жесткой. Студенты будут встречаться с региональными и федеральными спикерами, найдут точки соприкосновения и интересы за рамками своего учебного процесса, за рамками образовательной программы, а также смогут получить общение с разными регионами России. Итогом недельного форума станет общественный доклад о проблемах и инициативах студенчества, написанный участниками мероприятия. На его основе будет создан план действий студенчества до конца следующего года. Именно от него и будет отталкиваться «Кампус» в своей дальнейшей работе. Никита Егоров, Борис Давидяк, Служба новостей и ТВ.